Ловцы музыки ветра, причудливые собачки и прозрачные домики. Мир из стекла такой хрупкий, но в то же время он яркий и позитивный. Этот материал даёт неограниченный полёт фантазии для творчества. И вот уже больше десяти лет бийская мастерица Любовь Кондрюкова превращает стекло в произведение искусства. Когда-то давно, после института, я начала свою трудовую деятельность в качестве художника-дизайнера по ковке, где познакомилась с своим будущим мужем, мы создали собственное маленькое предприятие по кузнечному делу. И как-то интерес был совместить именно стекло и металл, потому что стекло и металл, они очень, два материала очень комфортны друг другу и интересны. Как-то по жизни получилось так, что нас познакомила судьба с несколькими витражистами. Мы как-то переняли у них какой-то опыт и, соответственно, открыли свою маленькую мастерскую. Кузнечное дело осталось позади. Однако даже при работе с хрупким материалом, таким как стекло, бийчанке приходится иметь дело с мужскими инструментами. Молот Любовь Кондрюкова сменила на паяльник. Есть определенные правила работы с инструментами, поэтому нет проблем вообще никаких не возникает. Единственное, конечно, что когда витражи выше меня ростом, то есть перемещение таких больших витражей трудность вызывает. Но это как бы все, всегда можно найти помощника в этом деле. Работая со стеклом, Любовь применяет три вида техник. Каждая имеет свои особенности. Например, Тиффани. Здесь витражное стекло режут, оттачивают на станке, обворачивают специальной фольгой. И при помощи паяльника, и припоя детали собирают в определенную композицию. Особенно я люблю совмещать техники. Последние, крайние мои работы, это как раз получается совмещение техники фьюзинг и Тиффани. Это небольшие панно на осеннюю тему. Там фрукты, ягоды, которые, центральный элемент, он сделан в технике фьюзинг, а рамка уже создается в технике Тиффани, то есть они как бы впаяны. То есть получается очень интересный эффект, и очень изящно получается, и богато смотрится. В этом году Любовь Кондрюкова участвует в конкурсе и претендует на звание «Народный мастер Алтайского края». Победителя определят уже скоро. А еще Любовь пригласили в качестве педагога в Бийский педуниверситет. Там она будет вести курс витражного дела. Алена Кисеева, Андрей Сегаев.